Так хорошо, Серёб, бля, делали дело своё. Кайфом. Как мы его наебали, да? Помнишь, да, чё говорили? Энергич, что ли, настрекли. Таких успехов, понял, чё самый кайфовый момент? Когда, типа, понял, после успеха твоего выходишь, писаясь с кайфом, понял? Горячая выходит. Успех уже есть, зарабатываем из пота своего, понял, брат? Хоть мы даже не знаем, какой мы с тобой... Золот уже в машине, понял? Всё, на Айгинский пойдём теперь. Ой, блин, нас снимают. Прикинь, Игорь, зачем ты нас снимаешь, брат, в такой моменте? А где сейчас руку помет, хоть на камеру, понял? Ты помею, адекватные руки можно помет. А реально, где руки можно помет? Ладно, у меня есть это, влажные салфетки. Всё, не снимай, Игорь. Игорь, не снимай ты уже. Чё ты снимаешь? Я тебе говорю, камеру убери. Всем приветствую, мои золотые. Подожди, Серёг, не пробивай. Я хотел сказать, смотрите до конца вот это видео. Он реально очень, очень интересный. Не просто интересно, а это видео будет такой, что без каждого молодого человека, такой же, как я, стремился дальше по жизни и добивался до своей мечты. Нету в этой жизни ничего. В смысле нет ничего. Точнее, нету ничего сложного в этой жизни. Поэтому надо стремиться. Успех вот там, понял? Вот там. Надо к нему идти, короче. Поэтому мы к успехам ходим. Несмотря на то, что время уже тысячи. Тысяча это типа поздно. Несмотря 24 на 7, что работаем, двигаемся. Я сегодня вам, во-первых, снимаю про что-то интересное. Это кресло барбершовное, которое я мечтал. Долго лет работал, чтобы добился до такого уровня. Слава богу, спасибо этой жизни. То, что я добился до этого дня. То, что я умею. И вообще, то, что я здоровью, это уже хорошо. Спасибо вам, кстати, большое. Потому что вы всегда поддерживаете и будете держать меня. Приятное дело. Поэтому всегда подпишитесь на канал. Я вам дальше расскажу, что как. Сегодняшний влог такой. Такая ситуация произошла. Мы нашли тот кресло, который, можно сказать, его... Мне кажется... Не совсем еще то, конечно. Ну, да. Он станет тем. Он станет тем. Вот именно. Я сначала говорил про то, что... Станет тем, то, что я мечтал. Вот, естественно. Он уже бомбовый. Но не подходит под ремонт салона. Поэтому мне... Как называется... Ташка... Блин, сейчас. Тут-ву-ву-ву-ву. Я начал басковать. Че начал басковать? Короче... Его как ташка на прокашка. Только не ташка, а кресло на покашка. Короче, вот так. Дорогу не вижу. Кресло... Мне, получается, сейчас... Он белый, золотой свет. А, ну вот, кстати, да. Кресло, вот, покажи, да, Игорь, блядь мой. Это Серега вообще красавчик. Мы сейчас целую ночь не будем спать. Да, еще его заново собираем. Целую ночь не будем спать. Завтра еще работаем. Серег, красный ситофор? Надо остановиться или нет? Красный наш, зеленый общий. Поэтому летим. Но это не тот. Да. Я разговариваю. Давай, дальше покажем и расскажем. Ташка на прокаш... Это... Барбершопная... Все, ладно. Буксую опять. А, да ты замолчи, я должен говорить, не ты. Все время только с ней умею право ругаться. Реально. Ну, вообще, спасибо ее. Если бы не она, давно потерялись. Даже камера... Не только впереди, и справа у меня тоже камера есть, вообще-то. Навигатор жан. Честно, Москва пахнет деньги. Согласны со мной? Прямо вот запах воздуха, деньги. Серега подтвердите. Серега. Сарьога. Ты где? Он спит, что ли? Спит? Пошалет. Вот так надо к успехам идти. Вот так надо, как Серега. Ну, че. Время уже. Часть пять. Жопа уже квадратная, если честно. Вообще конкретная. В первую очередь еще раз в туалет. И с кайфом. С хорошим чувством. Господи. А так, ближе к делу, мы обязательно покажем, как это кресло выглядело и как будет. И, ну че, короче, спокойной ночи получать сегодня. До встречи. Ну и что, вот и следующий день уже наступал, мои дорогие друзья. Как мы прекрасно видим этот золотой бомбительский кресло. Я уже успел поработать, потому что я без работы не могу оставаться вообще. Хотелось уже, ну, кресло как бы мечта и хотелось пробовать его. Ну, оказался хер... Не, я еще что, оказался не хернево. Наоборот, круто. Все бомба. Просто кресло не смотрится вообще в салоне, если честно. Потому что, как видите, кресло белое, а тут ремонт по-другому. Ну, все равно он крутой. Я думаю, каждый барбер на меня смотрит, думает, круто. Че хочу сказать. Давай обзорщик маленький делаем на него. Вот, посмотрите, что в него. Хорошо, он поднимается, спускается лом. Мы, кстати, успели ломать его. Давай покажем. Пока мы его открутили там, короче, вот тут сломали. Но мы вам покажем, короче, как он будет выглядеть в дальнейшем. Вот отсюда, получается, сломали. Мы его быстро открутили, он все равно, видишь, Игорь вообще поругал нас. Где еще сломали? Не помню. Короче, вот он так назад идет. Можно, как царь, сразу спокойной ночью сделать. Вообще с кайфом. Я думаю, такое кресло в районе 150-130 тысяч стоит. А я не скажу, за сколько я забрал его. Как вы его наебали, да? У меня корни работают. Что-то не обессудьтесь, на самом деле. Такой сегодня не энергичный, но я всегда энергичный. Но сегодня особенно, потому что, вы сами понимаете, и видели. Друг все так, я вообще не спал. Кстати, Игорь тоже снимал. Рады работать, чего жаловаться. Все круто. Кресло у нас будет, получается, выглядеть как ми. Как ми, это как? Это черный золото. Естественно, я думаю, тут кожа пусть будет матовый какой-то золото. Не золото, точнее, черный кожа. Хотим, чтобы вот тут тоже покрасим, уберем вот эти косыки, короче. И золото оставим, естественно. Поработаем, посмотрим, что дальше. Поменяем, короче. Хочется вот так делать его, понял? Вот так двигать, и вот, бам, чтобы он черный был. На самом деле, кресло, ремонт и так далее, это не важно. Но это круто. Комфорт в сезоне всегда крутая, я считаю, для всех барберы. Сейчас девушки красивые, я немножко отвлекаю. Мои бельные. Им по 15-11 лет, таких девушек не показывают. Так, Серега, вообще тоже этот черный золот, вот у него кресло, он же работает, красавчик. Давай этот дальше, короче, кадр пусть будет, как кресло делаем. Вам покажу. Не вижу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok